МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот «Авентурист», где мы проводили первые профессиональные поединки по версии драка. Ринг наш самодельный. Площадка она нестандартная. Столбы, расстояние между столбами гораздо меньше, чем у стандартного ринга. Поэтому пришлось, ну, лететь, скажем так, из того, что есть. Надеюсь, что вот с этого маленького помещения мы выйдем на более большие стадионы, такие как Легкоатлетический Манеж или Дворец спорта. И будем проводить по версии драка профессиональные бои за звание, ну, хотелось бы, конечно, за звание чемпионов мира. Четверть века федерации драка – 30 лет спортивному клубу «Росич». Две круглые даты, неразрывно связанные между собой. И сейчас мы предлагаем вспомнить веки и поговорить о том, чем занимается федерация драка и клуб «Росич» сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где-то номер стоит, двигается чуть-чуть, не сильно. Второй работой – серия ударов руками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За окном уже химно, но спортивный зал клуба «Росич» по-прежнему полон. Тренировки идут в самом разгаре. И к своему двойному юбилею клуб «Росич» и федерация драка заготовила очередной турнир. Сейчас рядом с нами присутствует старший инструктор клуба «Роман Романов». Расскажите, что это будет за турнир? Турнир достаточно яркий, планируем, потому что к юбилею хочется подготовиться, сделать хорошо, чтобы было красиво, чтобы и зрителям понравилось. Болельщикам, так скажем. Бойцы, по бойцам скажу так, что будут и известные бойцы, которые давно у нас выступают, вообще по стране их знают, чемпионы России, по рукопашному бою, по ММА, чемпионы Дальнего Востока. Так и молодые ребята. Первые бои у нас в городе, да и в крае в целом, проходили в гостинице «Интурист». И поэтому к юбилею мы хотим провести соревнования именно там. Спортивный клуб «Росич» основан в 1987 году. Федерация «Драка» в 1992. Сегодня «Драка» – это сеть спортивных клубов в Хабаровском крае, Приморье, Еврейской автономии, Забайкалье, Амурской и Белгородской областях, Краснодарском крае. Спортсмены регулярно одерживают победы в таких профильных дисциплинах, как рукопашный бой, кудо и кикбоксинг. Постоянно идет селекция перспективных бойцов, которые, получив опыт в любительских соревнованиях, выходят на профринг. Ежегодно проводится несколько профессиональных турниров по версии «Драка», как клубного уровня, так и международного, на которые приезжают звезды российского и мирового масштаба. Николай Валуев, Рой Джонс, Дон Дракон Уилсон. Дважды ведущим Кубка губернатора по боям версии «Драка» был Владимир Турчинский. 30 лет клубу «Росич», 25 федерации «Дракон». Мне даже трудно представить, сколько спортсменов прошло за это время через руки инструкторов. Дмитрий, сами напомните, сколько спортсменов, каких результатов они достигли. Расскажите. Ну, обращаясь к памяти, конечно, народу прошло через эти стены. Ну, не только эти стены, довольно-таки много. Все-таки потрачено, как мы считаем, 30 лет. Ну, за 30 лет воспитано. Да, я думаю, что сотен, не меньше. Один из основателей клуба, Николай Романов, и он специально приехал для того, чтобы поздравить свою команду с юбилеем. И с ним встретился Артем Басилович. В 87-м году мы нашли хороший подвал на Ворошилово, это в Южном микрорайоне. Оборудовали его, и там начали его первые тренировки. Пошли. Потом, значит, там же недалеко. Следующий подвал нашли, еще лучше, побольше помещение. Опять же, поселили полы, оборудовали, мешки повесили. И вот там первый коллектив мощный и был создан. Как и все, чемпионы в то время начинали все с подвалов. Подвалы. Началки эти подвольные, да? Да, именно подвалы. В трениках каких-то, пузырчатых, пузырчатых. Из Чикаго привезли, что там, эти трусы спортивные, такие красивые. И вот вся команда, начиная с 60 килограммов и 120 килограммов, все в этих трусах дрались. Народу приходило очень много. Да, зал, как сейчас помню, это был, было подвальное помещение, цокольное помещение. 10 на 20, деревянный пол, один мешок. Ну, никакой, немножко такой поинтереснее, да, поантуражнее. А если вы сами были более суровые, может быть, сложно? Ну, посмотрели, такие же молодые ребята. Батареи по кругу, портрет Брюса Ли. Ну, и вот в такой атмосфере мы вот тренировались. Николай Степанович, что сейчас в этом здании? В этом здании склад. В нем там попсикола хранится, какие-то печеньки какие-то. Это здание выкупил бизнесмен с Приморья. Выкупили потихонечку, нас ответственность не поставили. Хотя мы решали вопрос, сами хотели выкупить его в те годы 90-е. Ну, нам не позволили, тихонько продали. Без нас. Сколько раз вы входили в эти двери? Тут, это же, наверное, не сосчитать, да? Ведь сколько лет вот именно в этом здании находились? Практически 20 лет я и мои воспитанники, и друзья отдали вот этому зданию. Здесь происходило, здесь выросли чемпионы мира, чемпионы Европы. И, короче, не счесть числа чемпионов России. Еще раз, Штепенко, как мы олимпировали, не паник. Нет, Канку коллектив, он встал, 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 встал. Я слышал, что он выдохнул, да, плюс. Он был коленом тоже там был очень короткий удар. И здесь просто, ну, вот, добивый. Вот почему важно обращать внимание за изменением поведения, да, оппонентно? Вот даже бывает бед. Надо слушать, конечно. Чуть-чуть бывает. Вот ударил, да, примерно, что касается печени. Чуть-чуть изменилось поведение, уже все, наверное, по-любому. Максим, а вот ты говорил, что публика улюлюкала, да, то есть она не заметила вот этого удара, и не было понятно, почему он упал. Удар-призрак, что ли, какой-то получается? Я не уверен, что публика выражала недовольствие над тем, что они не подняли. Вот, вот, скорее, вот эти мои жесты с флагом, как бы, выкройки России. В 2014 году в Ричмонде, штат Вирджиния, в США россияне Максим Штепенко, Андрей Кошкин и Александр Матмуратов приняли участие в международном турнире по версии драка и все трое одержали верх. Этот успех стал своеобразной перекличкой с победами в самых первых интернациональных поединках, которые начали проводиться в конце 80-х, начале 90-х годов. В 1987-м в Стокгольме серебряными призерами чемпионата Европы по свободному спаррингу стали хабаровчане Алексей Евсеев и Николай Романов. В 89-м наши бойцы летали в Чикаго на матчевую встречу, а в 92-м они отправились на первый чемпионат мира по версии драка в Сан-Диего, который проводил основатель Всемирной Федерации драка Игорь Ежов. Победы там одержали хабаровчане Артур Патрин и Сергей Ромашков. Их тренировал старший наставник клуба «Росич» Николай Романов. Прилетаем туда, а американцы не готовы. Они думали, что это как бы несерьезная шутка какая-то. Мы там зависли на три месяца. На три месяца зависли, потому что тренировочный процесс, пока американцы должны были подготовиться. Я не думаю, что вам было плохо это. Отлично, отлично. Через три месяца прошли бои. Мы, конечно, там всех отдубасили. И заслужили уважение американцев. Я видел эти старые съемки. Там Чак Норрис я видел присутствовал, то есть в качестве приглашенной звезды. Да, Чак Норрис был, Бенни Укирис был. На двоях присутствует и Мадонна даже была. С Чак Норрисом довелось? Конечно, пока мы разговаривали, да. Он в восторге был. Есть даже американские газеты, мы сфотографировались, мы все стояли. Шварценеггер там где-то проходил. Ну, а Дмитрий Радюкалов продолжает тренировку. Я ему немного мешаю своими вопросами. И вот очередной созрел. Вы один из самых ярких представителей спортиво-воспитанников клуба «Росище». Вы стояли с регионом мира. Помните, где это было? Ну, и вообще, как это происходило? Ну, слава богу, еще помню, где и как это происходило. 97-й год, 6 сентября. Это первый мой везел один совершенно. Многие тут за меня переживали. Слого ученика открывал визу. Нервничали по поводу открытия. Затем у меня вот был перелет отсюда в Америку. Нахождение там с моим оппонентом. Оппонент, он оказался на 10 килограмм тяжелее, чем наша весовая категория. Так вот получилось. И все это, конечно, ну, давало определенные силы. И подходя уже к самому бою, то есть, ну, честно говоря, просто махнул рукой, думаю, уже. Сделаю то, что умею. Ну, говорят, неплохо. 6 поездок в 97-м году, с 97-го по 98-й год. 6 раз я ездил в Лос-Анджелес. 6 раз ни одного проигрыша привез оттуда 2 пояса. Пояса интерконтридентального чемпиона и пояса чемпиона Министерства. Не просто так привез, а я завоевывал эти пояса, потом их подтверждал. Вы же ездили, получается, за границу и смотрели организацию турниров. Что-то для себя почерпнули наверняка. Я не могу сказать, что мы что-то там такое увидели, чего мы сами не знали, не понимали. Единственный такой нюанс, что у них атлетическая комиссия, это аналог нашего спорткомитета, задействовано в этих мероприятиях. И они осуществляют контроль от и до. Ты пришел на арену, сразу же тебя встречают, сразу врач, на весы повторно, до раздевалки провожают. Все. До своего поединка из раздевалки ты не имеешь права выйти просто. Это было интересно, познавательно. И, что самое интересное, начали платить деньги. Деньги, конечно, смешные. Ну, скажем так. Сколько платили, помнишь? Ой. Ну, обещали тогда 100 долларов, 50 долларов за бой. Я понимаю сегодняшних бойцов и так далее. Это правильно, это их работа. Но раньше, все-таки, люди, которые дрались всегда за медаль и за грамоту, и за общее, так скажем, да, вот, ну, не поощрение, а уважение, да, очень трудно было перейти на какие-то материальные вещи. Клуб – это не здание, да? То есть клуб – это гораздо больше, чем само помещение. Клуб, федерация – это, прежде всего, конечно, люди. Вот, все продолжается, люди живы, здоровы, традиции, все продолжается. Дух, как можно сказать, клубный дух, он до сих пор существует, так что все в порядке. Дух, как можно сказать, клубный дух. Сегодня в федерацию драков входят около десятка инструкторов и пять сотен спортсменов. Это позволяет с уверенностью сказать, что впереди у нее еще далеко не один юбилей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok